Саакашвили. Функт 2. Скандал внутри с губернаторами. Чуть-чуть подробнее, коллеги. Во-первых, так, фактаж. С кем поссорился? Значит, на раде президента главы областных держав администрации почали сперечаться голова Днепропетровской ОДА и Одесьской ОДА. Але Петр Порошенко припинился. Сказал, вступать в перепалку не дозволяю. Вот. Украинская правда это написала. У Саакашвили звучит постоянно мысль, что некогда ждать нам никаких законов. Нам надо делать реформы уже. И фактически переезжает законодательную работу и вне законов. Он вызывает у чиновников определенные вопросы. Когда он начинает что-то говорить чиновникам, делать закидон на чиновникам, они ему отвечают. Ну как же? Вы же там были президентом. И вот начинается конфликт. Они его цепляют. В каком-то смысле, конечно, это встряска. Вот что-то в этом есть какая-то позитивная... Алексей, вы меня извините, но человек изменяется на своей родине одной ногой в тюрьме. То есть 26 числа могут ему заочно... Это мы дойдем, но сам факт того, что украинцы наконец-то, может быть, проснутся, и особенно, что касается чиновников, и включатся... В каком-то смысле в Украине появился свой аналог Жириновского Саакашвили? Это да, это я согласен. Я бы их не сравнил... Мне кажется, это положительно то, что это встряска, в плане никакой. Это какая-то порождается внутривидовая борьба. То есть Саакашвили, он просто не системный игрок. Есть какие-то устоявшиеся правила, 25 лет, а он такой вот пришел, начинает все ломать на правах любимого губернатора президента. Да, и понятное дело, что другим это не нравится. Поэтому конфликты будут только нарастать, нарастать и нарастать. И главное, какие присутствуют цели сам Саакашвили? Мы же видим, что он уже год, он вначале был просто советником Порошенко, и ему предлагали должности. И там советника, или даже не советника, там глава антикоррупционного бюро, да, и в кабинете министра должности. Он с вами отказывался, а потом резко принял гражданство и согласился. Я думаю, это связано с тем, что он понял, что вернуться на родину у него не получится, и надо строить свою карьеру здесь. И начал это делать с таким вот напором, 200 атмосфер пошел. И вот просто с этим пиаром будет выжимать свой рейтинг, который, я так думаю, он будет конвертировать в какие-то уже более серьезные политические должности. Вы не забываете, какой регион он согласился? Вот это самое важное. Одно дело антикоррупционное бюро, это чиновничная организация, а другое реальность. Реальные потоки, реальная земля, реальное зерно. Факты. Яценюк отменил мораторий на вывоз зерна, первое. Второе. Основная зернодобывающая область в Украине – это Одесская, Днепропетровская. Третье. Основные поставки зерна ведутся через Одессу. Смотрим на Ливию, как там сделано. Ливия фактически разделена сейчас на четыре части. Как делают Соединенные Штаты Америки? Они вводят частную военную компанию на нефтедобывающую станцию, они вводят частную военную компанию или контролирующие ливийские части в порт. И все. Вот это главное, что их интересует. Нефтедобывание, добыча нефти, порт, вывоз нефти. Более того, идут слухи о том, что нефть, которую добывает Исламское государство Ирака и Ливанта в Сирии, получая минимум миллион долларов в день, будет поставляться через Одессу, через Одесский нефтедобывающий завод. Это пока слухи. А как оно в Одесский нефтедобывающий завод? Через Босфорию и Пардонелу. Это ж рядышком почти что. Через Турцию. Турция будет. Конечно. Турция участвует в деятельности ИГИЛ, она подготавливает боевиков ИГИЛ, финансирует частично вместе с Катаром ИГИЛ. Почему не через Грецию, почему не через Италию? А как Греция? А там терминалы есть. У нас же терминал есть с трубой. А кто? Безусловно. Это пока слухи, я не могу предоставить. Это единственное место, неконтролируемый терминал. Как вариант? Как вариант? В Греции свое правительство? В Греции Алексис Ципрос? Вопрос логический. Да, конечно. Почему-то не в Тернопольскую область назначили губернатором Саакашвили. Очень, очень стратегическая область. И граница с Тенестровьем. Болезненный, помним, точка замороженной, чуть-чуть залеченная рана. И Молдова, понятно, то есть граница.